Бьюилл Блэст Бьюилл Блэст, американский мотоцикл, довольно нетипичный для страны своего происхождения. США – страна, где наибольшей популярностью пользуются мотоциклы помощнее и с объемом двигателя побольше, так что 500-кубовый Бьюилл Блэст не очень вписывается в понятие типично-американского байка. Тем не менее, этот классик, созданный в недрах Бьюилл, дочерного предприятия Харлей Дэвидсон, довольно интересен. Выпускался этот мотоцикл с 2000 по 2009 год, и по отзывам владельцев, получился он у американских конструкторов на Слау. Бьюилл Блэст Создатели Бьюилл Блэст пенсионируют этот мотоцикл как классик начального уровня, подходящий для начинающих мотоциклистов. Конечно, 500 кубов не самый маленький объем, это вам не в YBR 125, но тут уместно будет вспомнить, что самым маленьким, выпускаемым Харлеем, долгое время был 883-кубовый Харлей Дэвидсон Спортер, повсеместно используемый в качестве учебного мотоцикла. И пусть Бьюилл Блэст не получил такого широкого распространения, тем не менее, этот легкий дорожный мотоцикл явно заслуживает внимания к своей персоне. Субтитры создавал DimaTorzok Двигателем для него послужил одноцилиндровый мотор воздушного охлаждения с двумя клапанами и карбюраторной системой питания, способной выдавать 34 л.с. и 40 ньютон-метров момента. Характеристики сравнимы, например, с тоже одноцилиндровым ретро-классиком Honda CB400SF. Впрочем, Бьюилл Блэст выигрывает в крутящий момент. Коробка передачи у американского мотоцикла стандартная, 5-ступенчатая, а привод главной передачи ременной. Как городской мотоцикл, Бьюилл Блэст подойдет очень неплохо. Несмотря на не самый маленький для своих класса и кубатуры вес, сухая масса около 163 кг, американский байк отлично управляется. И для того, чтобы заставить его маневрировать, приходится прикладывать самые минимум усилий. Ремень обеспечивает Бьюилл Блэст плавный ход и практически полное отсутствие рывков при переключении передач. Двигатель, правда, довольно щедрый на вибрации, но они начинают надоедать только если долго ехать на высоких оборотах. Впрочем, это особенность всех одноцилиндровых двигателей. Те же BMW F650 и Suzuki Savage вибрируют на оборотах точно так же. Подвески мотоцикла просты, но неплохи для условий эксплуатации. Для которых Бьюилл Блэст предназначен. Средней жесткости передняя вилка и достаточно жесткий задний моноамортизатор, может и не подойдут для трека, но для активного маневрирования по городским улицам вполне. Для трассы, конечно, они будут жестковатые, но Бьюилл Блэст не создан для долгих путешествий. Легкий мотоцикл сдувает боковым ветром, а 10,5 литровый бензобак намекает, что запас хода у американца не такой уж и большой. Каждый мотоцикл в полной мере раскрывает свои лучшие стороны именно в той стихии, для которой его конструировали. В случае с Бьюилл Блэст это город и его окрестности. Картка базный, легкий и приемистый байк, обладающий отличной тягой на низах и к тому же хорошо управляющийся, чувствует себя на забитых автомобилями городских улицах, как рыба в воде. Картка базный, легкий и приемистый байк. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...